Добрый день! В эфире подкаст «Сельское предпринимательство. Вдохновляющие истории» и я его ведущая Светлана Бызова. Подкасты записываются в рамках проекта Центра социальных технологий «Гарант» развития малого предпринимательства в сельских районах Архангельской области. И сегодня у нас удивительный гость Николай Косумович Саидов, сельский предприниматель, фермер и саксофонист. Так, Николай Косумович, вы играете на саксофоне огурцам? Ну, я репетирую, просто в теплице есть возможность репетировать, поэтому выдаётся свободная минутка, когда можно и сыграть хорошо, и красиво. Ну, в принципе-то это интересно. Ну, растения растут хорошо, и цветы, и огурцы, и томаты, и помидоры, и перцы. То есть вы заметили прямо, да, результат? Ну да, я вижу, что они откликаются на это дело. И какую музыку больше всего любят? Ну, мне уже говорили, газеты написали как-то. Я играю блюзы, ну, и томаты, огурцы, может, любят блюз. Лук, например, любит такую, можно мурочку сыграть, хорошую. Фансон. Ну да, ну да. Он прекрасно себя чувствует. Ну, в принципе-то все растения благотворно влияют на любую музыку. Даже клубную музыку это хорошо влияет на растения. Ведь вот я знаю, что животного са тоже Бах, Бетховен, там, Моцарт. Николай Косомович, как давно вы начали заниматься фермерством, и что именно вы выращиваете? Я давно, в общем-то, этим делом занимался, потому что я закончил в Вельске сначала сельскохозяйственной техникум, потом после армии закончил Ленинградский сельскохозяйственной институт в должности как бы ученой-агрономии и работал в совхозах, в совхозе Устьянске работал и других. Работал затем, перед как раз перестройкой, я уже начал в институте микробиологии, занимался биопрепаратами. У нас есть такой хороший институт, то есть уже лаборатория у меня была. Я чувствую, вы такой хорошо подготовленный фермер с точки зрения... Ну да, я уже как бы знал это всё. Ну, большой опыт, больше 20 лет, то есть работал в агрономической части. И потом уже ездил даже на юга, там работал агроном, меня приглашали. То есть южную культуру знаю. Мне, конечно, это всё очень близко, но когда сельскохозяйство, в общем-то, всё пропало, рухнуло, у нас сельскохозяйство перестало вообще, как бы всё, все поря заросли. Конечно, мне вот это хобби, была музыка, стала профессией. То есть я уже работал в ресторанах, пел и играл. Поэтому всё, и по прошествии вот некоторого времени сейчас, как бы, сельскохозяйство вновь, минсельхоз начинает обращать огромное внимание на это дело, поднимает сельскохозяйство. Поэтому мы тогда вот решили, меня Николай Александрович Харинов позвал. Он говорит, хочу сделать теплицы, хочу выращивать клубнику. Это очень интересная тема. Ну вот, и мы пошли. Уточните, Николай Александрович Харинов, это кто? Это бывший директор, это у него стаж 40 лет, это директор предприятия, совхоза Костылевский. Значит, ну, огромный стаж у него работы в этом направлении. И сейчас он занимается Молодорское пиво, наше знаменитое. Вот он этим и занимается сейчас. У него рыбная хозяйство. А с теплицы не получилось, как тогда они дали грант, в тот год он отошел. А я подал снова грант, и вот получил. Грант Министерства сельского хозяйства Архангельской области, да? Да, и уже четвертый год как бы теплица стоит, развивается. Николай Косумович, а что все-таки вы выращиваете? Что вот, какова гамма продукции? Гамма продукции, да. Ну, в основном, конечно, как бы овощеводство с закрытого грунта, по малообъемной технологии. Стажировался я и с Иппевкарей, и в Вологде. Это томаты, огурцы, перцы, лук. Это основные культуры. Ну, значит, в прошлом году выращивали тюльпаны, очень хорошо пошли. Тоже там интересная тема такая. Ну, петуни у него, цветы домашние для людей тоже хорошо все разбирается, идет. И, в общем-то, люди к этому относятся неплохо, потому что продукция натуральная. Натуральная, без всякой химии. И она очень хорошо ценится. Ну, вкусно, настоящий запах огурца. Запах огурца томатом, так томатом, так сказать. Это все чувствуется, и люди очень охотно это разбирают, особенно весной. У меня же зимняя теплица, так сказать, круглогодичная теплица. Поэтому, а сумма, вот, там огурцы я получал, получил в этом году, 19 марта у меня пошли, а томаты пошли с 1 мая. То есть это ранняя продукция, когда ни у кого ничего нету. Все есть, и лук хороший, и свежий, все это есть теплица. Поэтому это хорошо разбирается. Но вот сейчас, ведь я живу все-таки в сельской местности, а у всех все появилось, как бы. И у меня, естественно, появились проблемы с реализацией. То есть, вот, поэтому сейчас уже, если вот, ну, дешевая цена стала везде, упала цена, и на бурцы, и все такое прочее, и свое появилось, ну, второй вариант о заготовке, так сказать. Консервация. Консервация, да, уже пойдет консервация, уже на зиму. Это тоже интересно, да. Ну, вот, занимаемся еще и малиной сушеной, там, сказать, и ванчае можно. То есть, эти все технологии, которые можно продвигать. Ну, естественно, не хватает, не хватает связь с городом у меня потерян. Как бы хочется, чтобы в город сюда поставить продукцию. Чтобы знали о том, что вы производите. Да, что это чисто качественную продукцию. У нас вот не хватает, как бы, связи, города с деревней как-то не хватает. Раньше, как бы, по плану все было. Вот поставить в Архангельск, в Архангельск поставить столько-то тонн, например, картошки там и все такое, столько-то тонн капусты. Это как бы мы поставляли, и все, все. А сейчас самому все это надо искать. Это очень сложно, как бы соединить от поля, от поля до прилавка. Это путь надо пройти. От поля до прилавка не всегда получается. И продукция иногда просто залежится, не знаешь, кому реализовать просто. Она есть, но как это выйти на это дело? А горожане страдают, хотят приобрести качественную, свежую продукцию. И, насколько я знаю, всегда отдают предпочтение продукции, выращенной здесь, на территории Архангельской области. Поэтому надо найти. Ну вот как это, логистику определить, поставки, действительно, и многие на селе просто не знают, куда девать. Вот я не знаю, у нас в Бевезнике там тоже фермер, он говорит, я не знаю, у меня картошки столько. Я, говорит, там сдаю где-то что-то, но у меня есть столько. И очень много людей просто не знают, куда это сдать. Чисто, качественно, хорошее. Они, главное, они же берут еще разные сорта, пытаются вырастить, как унески, там, Любава, там еще какие-то. То есть они ищут эти сорта, которые бы хорошо и росли, и хорошо охранились, и все такое прочее. А не знают, куда реализовать. Это все продукция. Я так понимаю, что труд такой очень многодельный, тяжелый, и наверняка у вас есть помощники. Ну да, да. Или есть, наверное, даже наемные работники, да? Есть, есть, да. А сколько человек работает с вами? Ну, сейчас вот пока один человек, как бы. У меня теплица небольшая, но устроен, официально устроен один человек. Официально устроен один человек. Да, один человек. И, наверное, семья рядом? Ну да, да, конечно, помогает, и все. И наемных рабочих приходится брать. Сезонных, да? Да, сезонных, да, когда идет. Ну, с этим, конечно, тоже есть всякие вопросы, проблемы, но решаем. А вот с поставкой и как бы с реализацией, не знаю, где-то объединиться, что ли. Сейчас ведь кооператив очень модный, сейчас будет снова это развиваться. Пять человек, не обязательно даже с Сустьянского района или Сахранского области, даже везде. То есть кто-то занимается доставкой, кто-то занимается реализацией. Но это кооператив, и финансирование идет неплохое на это дело. Тема интересная. Ну, а кто бы этому, и сельхоз, конечно, это дело продвигает тоже все. Но пока вот тех, что вот раньше это было, как бы все плановое хозяйство было, сложно добиться. Поэтому много поля, конечно, зарастает, и хочется что-то лучше сделать. Очень много идей, у фермеров очень много идей. Но сложно продвигать, сложно продвигать. Как бы с горожанами, так сказать, это дело. Подружиться, да? А вообще считается, что производство, выращивание сельхозпродукции у нас в Архангельской области – это рискованное дело, да? Ну, да, в Архангельской области считается рискованное земледелие. Но, например, очень ценят, вот я не знаю, Юг, Осетия там. Они готовы, мы готовы купить вашу продукцию. Вот, например, картофель больших объемов, потому что, ну, очень хорошего качества тут растет это все. Молоко, молочная продукция, здесь очень много заливных лугов, очень тоже хорошо. То, что с овощной продукцией, да, если вот досветку бы может весной сделать, немножко утеплить, немножко это сделать, да, это тоже реально все. И очень хорошая продукция. Я тюльпаны выращивал, но тюльпаны просто красота была, просто красота. Они, говорят, хрустят буквально у тебя, стоят три недели, нету такого, где привозят. Они там, они чем-то обрабатывают, говорят, у нас все руки были от этих, от этой обработки, я уже не знаю, спешите. Но тюльпаны – это сказка просто, сказка. Такой вопрос у меня к вам. Иногда жалуются, что местные жители, люди, живущие рядом, не очень радостно реагируют на то, что кто-то открывает свое производство, кто-то там начинает зарабатывать. Нет, для меня это новость. Все очень хорошо, да, поддержали? Мне очень помогают предприниматели, где у меня теплица находится, в Павлице, там тоже Соболь, у Пуленова, они очень хорошо помогают. То есть, ну я честно скажу, они мне дали вот три года, мы тебе даем бесплатное отопление, три года в воду тебе бесплатно, плати только за свет. То есть, очень помогли. То есть, благодаря им теплица выжила. Вы прям можете их поблагодарить? Да не то, что это просто. Назвать их имена? Да, Анатолий Соболев и Николай Сергеев Пунанов. Это просто мои меценаты, они помогли, они понимают, что это очень нужно. Анатолий Соболев и? Да, и Пунанов, Николай Пунанов. Николай Пунанов, да. Благодарим их. Ну, естественно, благодарим, да, потому что они огромное дело делают, молодцы в этом направлении, помогли мне, помогли мне, потому что без тепла теплица не могла бы жить. Вот вы говорили еще добрые слова в адрес Министерства сельского хозяйства. Если можно ответить на этот вопрос, какая сумма вам понадобилась для того, чтобы начать вообще дело? Ну, там грант полтора миллиона. Полтора миллиона именно на строительство? На строительство теплицы, закрытого грунта и все такое прочее, там и технологии. А сложно было готовить пакет документов для участия в конкурсе? Пакет документов? В это время мы очень много видели, вот Николай Александрович Харинов тоже помог в этом деле. Для того, чтобы начать это дело, нам пришлось объехать многие тепличные комбинаты страны, так сказать. Он просто хотел посмотреть, где растет клубника, как это все сделать, именно в теплице, в закрытом грунте. И мы с ним поехали в Вологодский тепличный комбинат, Татьяне Валентиновне тоже огромное спасибо. Она хоть и не выращивает, но всю технологию нам показала, рассказала. То есть это фирменные тепличные комбинаты, очень современные. Ну, конечно, вот с химией там постоянно это как бы. Ну, сейчас малообъемная технология, это все по-другому, чтобы не было вредителей болезней. Они используют минеральную вату, там, кокосовые стружки, они не росят на земле сейчас. Все, потом мы поехали в Иваново, там есть клубника, вот, на тепличный комбинат туда тоже. Потом поехали мы в Курск. Стажировался я, стажировался я в Сыктывкарском тепличном комбинате, там 17 лет. Клубнику вы тоже выращиваете? Клубнику я первый год выращивал. Первый год? Я только выращивал, потом отошел от нее, потому что там... Или переводить всю теплицу на клубнику можно. Тогда вообще просто можно. В принципе, эта идея неплохая. Перевести теплицу на клубнику, никаких овощей, чисто на клубнику, даже облегчает труд как бы. Скажите, вот, если начинающие предприниматели обратятся к вам за помощью, за советом, вы... С удовольствием. С удовольствием поделитесь, да? Конечно, потому что уже у меня четвертый год уже. Это только вот конкретный опыт, все своими руками. Так ведь все равно я закончил институт и большая практика. Да не вопрос, почему бы нет. Они ко мне не обращаются. У меня же есть лаборатория еще очень важная. Почему я взял лабораторию-то? Я смотрю за дачники, дачные, очень много дачников, ну, которые что-то вот не получается, что-то не растет, что-то пожелтело, что-то там и все такое прочее. И я понял, когда вот работал на юге, там, я понял, что без лабораторных анализов, хотя бы вот таких экспресс-анализов, ну, сложно. Я вижу, что там не хватает азота, например, да? Я вижу, кращики там пожелтели, там, значит, калия не хватает, какое-то голодание идет. Это уже пасфактум. А необходимо листовую диагностику провести, чтобы уже определить, например, что-то, что не хватает растению. Можно определить, но надо еще дать рекомендации, сколько чего, на какой фазе развития растений определенная вегетация идет растений, да? На определенной фазе развития растений потребуются то-то, то-то какие-то винты питания. Ну, три закона земледелия, как бы, все надо знать. И поэтому вот лаборатория как раз и подскажет, что необходимо растению в данный период вегетации. Поэтому желание есть помочь нашим дачникам и людям проверить почву, проверить воду, проверить растения. Посоветовать, что посадить, посеять, как ухаживать, все это дело. То есть, почему я и провел, через себя уже прошел с этими томатами, с огурцами, с помидорами. Я вижу, какие подвязки, какие, значит, прищипкивания, там, идет запекировка, какая идет, когда еще. Ну, будем вместе изучать эту тему. Не будет у нас рискованно землетелие, вот нормальность, глядели. Хочу вам задать вопрос, который меня давно уже интересует. Сейчас на селе зачастую реализуются предпринимательские проекты, связанные с туризмом, например. Очень много проектов, связанных с туризмом. С производством каких-то изделий, может быть, народного промысла. Но очень мало проектов, связанных с традиционным, казалось бы, сельским делом. Это выращивание продуктов питания. Будь то овощи, будь то животные какие-то. Как вы думаете, почему даже мысли не приходит многим заняться производством сельскохозяйственной продукции? Ну да, вот эти прошедшие годы, когда исчезло сельское хозяйство, я помню, когда поля стали зарастать, стали делить вот эти участки, наделы. Они, хотя должны участвовать в земледелии, вот эти наделы, просто вот зарастают травой уже. Когда я обратился даже к нашему начальнику департамента сельского хозяйства, он говорит, Николай, раньше трактористов было в деревне, но каждый второй тракторист. Сейчас никого не найдешь. Все. Или не хотят те, которые, потому что никакой оплаты, низкая, это тяжелая работа. То есть первая причина, вы думаете, нет кадров? Нет, пропали кадры. Сначала мы не знали, куда сдать. По 3 рубля 50 копеек, помню, картошку где-то там закупали, где-то там надо, не надо, вот много усилить, поля свои были. Потом они поняли, куда сдавать, некуда сдавать. То есть вторая причина, нет рынка взбивания. Нет рынка. Они перестали, зачем я буду ростить, лучше мешок куплю там 2-3 на зиму, чем я буду там ростить. Это же надо органику выносить, это же надо, трактор, технику, это надо, все надо. Раньше к этому привыкли просто мы. И раньше без этого, как, если у тебя не растет, а у меня растет, ну ты вообще какой-то тунеядец и лодорь. Считалось, мы валялись опозориться друг перед другом. Мне говорят, вот был бы дождь огромный на агроном. Я уже, так сказать, Николай, я уже окучил, а ты до сих пор свою картошку не окучил. Это просто уже было, ну в крови у людей было. Потом, когда это все вывелось, и вот перестали, перестали, ну лучше что-нибудь в саду, цветочки какие-нибудь посадить, чем что-то там посадить. Все в магазинах, все в магазинах, все есть как бы. Ну вот Запад нас прокормит, а он не прокормит. Как вы себя ощущаете, будучи сельским предпринимателем, будучи фермером? Вы испытываете гордость за то, что вы делаете? Или вы, может быть, некое разочарование испытываете? Какие эмоции у вас? Нет, здесь вот люди очень хорошо относятся к этому. Они ведь за такую приличную цену. Я не смотрю даже на цены, которые в магазинах. На них я смотрю. Я им говорю, ребята, это не то. Они все прекрасно понимают, что это не то. Не те огурцы, не те помидоры, не те перцы. Но не та продукция, которая раньше была. То есть гордость, да? Да, у меня, естественно, чувство гордости. Потому что они берут, несмотря на цены, берут. И сейчас очень ценится вот эта натуральная продукция. Натуральная продукция. Там все в балансе, все элементы питания в балансе. И это только хорошо влияет на жизнь, на организм. Это вообще прекрасно. Поэтому к этому все идут. Идут активно. Не вопрос тут. Нет, мы все прекрасно понимаем, что... Не надо бояться. Не надо бояться. Лучше быть здоровым. Спасибо большое. Напомню слушателям, что у нас в гостях был Николай Косунович Саидов. Фермер и саксофонист из Устьянского района, из поселка Октябрьский. Спасибо. 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 Спасибо.